Минувшим летом не стал руководитель оперной студии «Гармония» Михаила Рачевского. Почти 40 лет он посвятил педагогике и музыке. Вечер памяти друга и наставника подготовили его ученики. Александр Гаврилин подростком пришел в оперную студию и сегодня, спустя много лет, считает. Знакомство с Михаилом Рачевским стало одним из самых значимых событий в его жизни. Очень большой вклад внес Михаил Давыдович в мой багаж знаний духовных и музыкальных. Один из самых главных учителей в моей жизни. По одному произведению в год писал композитор и вместе с учениками ставил на сцене детской школы искусств. Всего 17 опер, среди которых «Кот в сапогах», «Мастера Маргарита», «Ромео» и «Джульетта». Своей же лучшей оперой Михаил Давыдович считает «Княжну Мэри». В этом году отмечается 30 лет с момента основания оперной студии. На концерте, посвященном памяти композитора, выступали взрослые, состоявшиеся люди, которые начинали свой творческий путь совсем юными. Не все они стали профессиональными артистами, но любовь к музыке и сцене живет в каждом. И благодарят они за это своего учителя. У нас очень сплоченный коллектив был. Во-вторых, это, как сказать, если бы, наверное, не Михаил Давыдович, я бы не знаю, кем бы мы выросли. Он был не только моим учителем, он был моим другом, наставником. Я вообще сама пишу стихи, практикуюсь в поэзии. И Михаил Давыдович мне показывал, как нужно правильно считать рифмы, считать строки, откуда брая вдохновение. Михаил Давыдович для меня всегда проводник в какой-то удивительный мир музыки, творчества. Для каждого из нас он вдохновитель, для каждого из нас он друг, возможно, член семьи. Наша опера – это одна большая семья. И это было очень заметно. Творческий вечер получился душевным, трепетным. Чувствовалось, что каждый, кто принимает в нем участие, до сих пор ощущает рядом присутствие своего педагога. Это был добрый, открытый человек. Он очень любил всех своих учеников, неважно даже, как они пели. То есть это проскакивает, к сожалению, на концерте. Но ему не важно было, как человек поет. Ему важно было, что он постоянно ходит, что он старается. И давал обязательно роли даже малопоющим людям. Поэт и близкий друг Михаила Рачевского Анна Истомина прочитала отрывок из книги под названием «Цикл жизни. Глава Миши Рачевский». И это выступление стало еще большим подтверждением того, что Михаил Давыдович был человеком удивительным. А завершился вечер финальным хором из оперы «Огниво». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ